Всем привет! Сегодня мы сравним два популярных утеплителя для каркасного дома. Это минвату и эковату. Я применял оба этих утеплителя. Какой из них лучше? Однозначного ответа нет. У каждого свои плюсы, минусы, и в каждом конкретном случае один из утеплителей будет работать лучше. Давайте разберемся вместе. Что из себя представляет материал? Минеральная вата. Речь сегодня пойдет о каменной вате, ну и для стекловаты справедливо большинство сегодняшних тезисов. Каменная вата изготавливается преимущественно из расплава изверженных горных пород. Одним из компонентов изоляции является связующее, которое скрепляет волокна между собой, тем самым обеспечивает изделиям заданные параметры формы и плотности. Чаще всего это смесь фенолформальдегидных смол и гидрофабизирующих добавок. Эковата, или правильно говорить целлюлозный утеплитель, состоит примерно на 80% из газетной бумаги макулатуры и на 20% из них летучих, противогнилостных и пламя гасящих веществ, в качестве которых чаще всего используется борная кислота и бура. Давайте перейдем непосредственно к сравнению. Стоимость каменной ваты для Красноярска на конец 2021 года колеблется от 2 до 8 тысяч рублей за метр кубических. Цена сильно зависит от типа и характеристик утеплителя, а также его производителя. В среднем цена составляет 4 тысячи рублей за куб. Для каменной ваты немного ниже, в среднем это 3 тысячи рублей за куб. Она также зависит от качества производителя, места и способа утепления. Более низкая цена нивелируется следующим критерием. Сложность монтажа. Каменная вата здесь я на плюсе. С утеплением справится любой человек, без какого-либо оборудования. Нужны только рулетка и канцелярский нож. Все быстро, четко, никакого шума, пыли и никакой усадки. Чего не скажешь про эковату. Сначала необходимо полностью создать полость, за исключением влажного нанесения. Сделать отверстие и задувать эковату с помощью специального дорогостоящего оборудования. В итоге аренда оборудования или наим монтажников выливается в дополнительные затраты. Внутри потом кругом эковата, приходится еще убираться. И квалификация монтажников крайне важна, так как нужно четко контролировать процесс задувки, чтобы полости были равномерно заполнены утеплителем с требуемой плотностью. В противном случае в будущем возможна усадка утеплителя. Проще дела обстоят с горизонтальным утеплением. Тут только нужно распушить эковату и высыпать ее в полости. Достаточно дрели с миксером. Теплопроводность обоих материалов в сухом состоянии примерно одинаковая и составляет от 3 до 5 сотых ватт на метр на кельн, в зависимости от плотности. Что является очень высоким показателем, и оба материала прекрасно справляются со своей основной функцией. Но это речь шла о сухом состоянии. Что же происходит при увлажнении материала? Боязнь влаги. Ведь даже если вы устроите пароизоляцию, это не гарантирует абсолютную защиту утеплителя. Может быть некачественный монтаж пароизоляции внутри, или гидроизоляции снаружи, или банальная протечка воды. Каменная вата в этом отношении проигрывает. При увлажнении ее теплопроводность существенно увеличивается, и тем самым ваш дом теряет больше тепла. Если в цифрах, то увлажнение на 1% увеличивает теплопроводность до 10%. Более того, каменная вата достаточно долго высыхает. Эковата за счет своей органичной структуры, она все-таки раньше была деревом, может выбирать в себя до 20% влаги вообще без потери своих свойств. При этом она обладает хорошей гигроскопичностью, то есть спокойно выбирает в себя всю излишнюю влагу из помещения и отдает ее наружу. Тем самым естественным образом регулирует микроклимат в помещении. Если, конечно, вы не делаете пароизоляцию. Грызуны и насекомые Эковата сыпучий и рыхлый материал, для грызунов он несъедобен и неудобен для жизни в нем. Пытаясь проделать ходы в утеплителе, чтобы использовать ее для обустройства гнезд, мыши и крысы будут вынуждены заново прогрызать себе ходы и не смогут построить прочное гнездо для потомства. К тому же ртоборная кислота в составе материала вызывает у мышей и крыс жажду, дискомфорт, что приводит к нарушению процессов размножения. При этом эта кислота не вызывает у грызунов серьезных заболеваний и не приводит их к смерти. Это одно из важных условий выбора материала утеплителя, так как вызвать гибель животного могут только сильные отравляющие вещества, которые не могут быть полностью безопасными для человека. А погибшие в перекрытиях или между стенами животных не только станут источником неприятного запаха, но и могут привести к распространению серьезных инфекционных заболеваний. Использование эковаты исключает подобное. Мыши и крысы постараются уйти подальше от утепленных стен, но не погибнут внутри построек и не заболеют, если съедят утеплитель. И действительно в нашем каркасном доме, утепленном эковатой, за 4 года не было встречено ни одного грызуна. В каменной вате, к сожалению, все наоборот. Для мышей это максимально комфортный утеплитель, соответственно при применении данного утеплителя необходимо предусматривать защиту. Долговечность. Каменной вате заявляют срок службы до 50 лет, но по опыту знаю, по крайней мере в Сибири, что из-за неблагоприятных условий эксплуатации, это увлажнение, частые циклы перехода через ноль. Уже через 20 лет от низкокачественного утеплителя может остаться труха, он тупо рассыпается. Эковата также заявляют срок службы 50 лет, но основываясь на вышеуказанных свойствах, если монтаж сделан правильно, то считаю, что эковата действительно способна работать весь срок и даже больше. Так как это уже насыпной материал, ему банально мельче не рассыпаться. Огнестойкость. Каменная вата тут явный лидер, так как имеет степень горючести НГ, то есть не горит совсем, это единственный утеплитель, имеющий такие свойства. Эковата. Дела обстоят хуже, но не смертельно. Она имеет степень горючести Г2, то есть бывает эковата степень горючести даже Г1. Худшая степень Г2 означает умеренно горючий материал, то есть при контакте с открытым пламенем утеплитель горит, но не поддерживает горение. Огонь не распространяется вглубь материала. В качестве преимущества можно назвать отсутствие токсичного дыма. Звукопоглощение. Не путать со звукоизоляцией. Так как сам утеплитель имеет относительно низкую плотность и не может иметь хорошую звукоизоляцию, но зато отлично поглощает шум. Здесь плюс-минус каменная вата и эковата одинаково приятны. Как правило, стена каркасного дома имеет многослойную структуру, то есть это плотная обшивка с двух сторон, а внутри утеплитель. Это позволяет эффективно защищать дом от посторонних звуков. При падении на стену звуковой волны часть звуковой энергии уходит на преодоление сопротивления сгибу внешней плотной оболочки. Затем значительная часть энергии поглощается при прохождении звуковой волны через утеплитель. И далее уже ослабленная звуковая волна, достигнув другой стороны обшивки, снова теряет энергию, вызывая вынужденные колебания гипсокартонного листа. То есть при толщине утеплителя 150-200 мм вы практически не будете слышать воздушный шум с улицы. Скорее ваши окна его пропустят, нежели стены. Но надо понимать, что внутренний структурный шум вы будете слышать хорошо. К сожалению, это проблема каркасного дома. Экологичность. Очень противоречивый критерий. В интернете крайне неоднозначное мнение на этот счет. Есть достаточно убедительные приверженцы как за, так и против. И к моему мнению тоже относитесь с долей скепсиса, так как я не химик-биолог. Сначала разберемся с эковатой. Антисептик и антиперен, составляющие этого материала, это борная кислота и бура. Являются малотоксичными, умеренно вредными, нелетучими природными компонентами. И действительно, по стандарту NFPA 704, по синей категории опасность для здоровья, борной кислоте и бури дают 2,1 балл соответственно. То есть, 1. Значит, что воздействие может вызвать лишь раздражение с минимальными остаточными повреждениями. А 2. Интенсивное или продолжительное, но не хроническое воздействие может привести к временной потере трудоспособности или, возможно, остаточным повреждениям. Единственный минус, как я понял, они находятся не в связанном состоянии, соответственно, какая-то небольшая часть может образовывать аэрозоли и проникать в помещение, если не делать должную герметичность изнутри. Что касаемо каменной ваты. В роли связующего используют синтетические компоненты. Как правило, это фенолформальдегидные смолы. По тому же самому стандарту NFPA 704 фенол и формальдегид имеют 3,4 балла соответственно. 3. Это кратковременное воздействие может привести к серьезным временным или умеренным остаточным последствиям. А4. Это очень кратковременное воздействие может вызвать смерть или крупные остаточные повреждения. Благо, по заявлению производителей, в готовом изделии фенол и формальдегид меньше 2% по массе вещества находятся в связанном состоянии, связующие инертно по отношению к окружающей среде. К тому же некоторые производители переходят на новую технологию без использования фенолформальдегидных смол. Чтобы не заканчивать на негативной ноте, надо понимать, что важна концентрация вредных веществ. Для любого утеплителя и хорошая брендованная продукция, проходя строжайшие контроли и сертификацию, не должна выходить за определенные пределы. Поэтому в этом критерии я также оставлю паритет, сам до конца не уверен ни в чем и не хочу выделять какой-то один утеплитель. Пишите комментарии, что думаете по поводу экологичности. Общий вывод. Если речь идет о горизонтальных поверхностях, то тут бесспорный фаворит эковата. Из-за своих свойств мне она больше нравится. Это долговечность, небоязнь влаги и отсутствие грузунов. Но если захотите утеплять стены данным утеплителем, то я бы рекомендовал нанять профессионалов и пусть наносят влажным способом. Да, обойдется дороже, но это убережет вас от проблем, с которыми столкнулся я. Об этом поговорим чуть позже. Если не хотите эковату на наружные стены, то каменная вата имеет место быть, но в обязательном порядке внутри должна быть хорошая герметичная пароизоляция, а снаружи мембрана, на случай, если все же какая-то часть влаги проникнет, и она могла беспрепятственно выйти наружу. Это повысит долговечность и типа защиты утеплителя. Далее, само собой, хорошая вентиляция, она вообще любому дому не повредит, но в случае абсолютно герметичных стен это особенно важно. И продумать защиту от грузунов. В таком случае каменная вата отлично прослужит вам долгие годы. Внутренние перегородки однозначно проще делать из каменной ваты, тут не стоит острый вопрос долговечности, влаги и грузунов. Важнее будут негорючие свойства. Помните, что мое мнение для вас ровным счетом не должно значить ничего. Выбирайте то, что для вас важнее, в зависимости от ваших приоритетов, критериев. Разбирайтесь в теме более подробно, пишите свое мнение в комментариях. Всем удачи и пока!